Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке я расскажу, как практически оформить профиль в социальной сети. Надо четко понимать, что оформление и наполнение профиля преследуют две основные задачи. Первая задача – сделать ваш профиль привлекательным. И вторая задача – сделать ваш профиль понятным. Чтобы каждый человек, который не знает вас лично, не знаком с вами в жизни, перейдя на вашу страничку, он сразу понял, кто вы, чем вы занимаетесь, чем вы можете этому человеку помочь. Но и самое главное, чтобы ваша страничка производила приятные впечатления, позитивные, не отталкивающие. Еще раз повторюсь, страница в социальной сети – это ваш цифровой образ. И над ним нужно постоянно работать. Я уже провел подготовительную работу. Я обработал донорские профили. Делал это достаточно просто. Писал в строке поиска, например, MLM. Проходил по ленте. Искал какие-то интересные посты на тематику MLM. Заходил на страницы людей, которые эти посты размещают. И собирал информацию из их статусов. То, что мне понравилось. Собирал информацию, которую они размещают о себе. Собирал интересные посты, продающие. Первый пост, в котором делается предложение этим человеком. Всю эту информацию я собрал в текстовый документ. Вот разделил ее. Интересные статусы, интересные посты. На некоторые посты я просто ссылку копировал, потому что они достаточно большие. Какую-то полезную информацию, которая мне понравилась о себе, собрал с донорских профилей. И затем на основе вот этой уже собранной информации, еще раз повторюсь, значительно проще что-то сделать, имея какие-то образцы. Я создал свой статус. Я прописал информацию о себе в виде такой истории. И сделал первый продающий пост, который будет размещен у меня на стене. Сейчас всю эту уже подготовленную информацию я буду загружать на свой молодой, абсолютно неоформленный профиль. Начну, конечно, с аватарки. Я с донорских профилей надергал порядка 10 фотографий. Я не зря называл вам эту цифру 10. Необходимо иметь 10 фотографий именно с вами. С одним и тем же человеком. Так как я оформляю фейковый или технический профиль, такие профили нам потребуются для того, чтобы использовать средства автоматизации и гнать трафик либо на ваш основной профиль, либо на ваш одностраничный сайт, который является началом вашей автоматизированной воронки продаж. Вот фотографии, которые я собрал в профиле Романоча. Я всегда на нем экспериментирую. Он обижается, но тоже поделаешь. Но если я сейчас эти фотографии просто загружу на свой новый профиль, это будет прямая дорога в банк. Потому что эти фотографии уже залиты в социальную сеть ВКонтакте. И роботы знают, что эти фотографии вообще-то принадлежат другому человеку. Поэтому мне их нужно уникализировать. Способов уникализации фотографий достаточно много. Я покажу самый простой способ. Это кадрирование. То есть я из этих фотографий просто вырежу нужные мне части. Этим самым я изменю эти фотографии. Есть, конечно, профессиональная программа обработки фотографий Lightroom. Работать с ней, конечно, сложно. Но если мы будем загружать уже готовые пресеты, это то, что в Instagram называется фильтры, фотография будет преображаться на ваших глазах. И можно сделать из некачественной фотографии более четкую, более яркую. Кардинально изменить фотографию с цветной, сделать черно-белой и так далее. То есть возможностей у этой программы, конечно, для обработки фотографий очень много. Возможно, в закрытой части мы об этом и поговорим. Но для социальных сетей такая качественная обработка фотографий в принципе не требуется. Поэтому мы будем просто пользоваться пресетами, то есть готовыми установками, которые будут накладываться на фотографию и преобразовывать ее. Операция кадрирования на компьютере, работающем под управлением операционной системы Windows, выполняется очень просто. Щелкаю на фотографию, щелкаю правой кнопкой и говорю «Открыть с помощью». И выбираю стандартную программу, которая есть на любом компьютере. Это программа PIE. В закладочке «Вид», если фотография очень большая, как у меня, уменьшаю ее. Нажимаю на лупу с минусом. Возвращаюсь на главную закладочку. Выбираю «Выделить». Прижав левую клавишу мышки, я выделяю нужную часть фотографии. Выделю. И нажимаю «Обрезать». Из большой фотографии я сделал фотографию меньшего размера. Но еще немножко обрежу, чтобы над головой не было много воздуха. Вот так. Но это как-то прибито получилось. Вот меню. Фотография готова. Нажимаю на дискеточку и сохраняю ее. Вот эту фотографию я хочу использовать в качестве аватара. По аналогии я прохожусь по всем другим фотографиям, которые я просто буду загружать в фотоальбом. Я буду показывать оформление профиля на примере в социальной сети ВКонтакте. Если у вас есть уже оформленный профиль ВКонтакте, либо в другой социальной сети, вы, пожалуйста, по аналогии проведите те же самые манипуляции, как я буду делать на чистом профиле. Проверьте, подправьте ту информацию, которую я сейчас буду вносить в свой профиль. Как уже было сказано в одном из первых уроков, все примеры показываются на социальной сети ВК. Но если у вас есть уже раскрученный профиль в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграм, вы можете открытую часть нашего тренинга спокойно проходить в той социальной сети, которая вам больше нравится, в которой у вас уже есть опыт работы. Принципиальных отличий никаких не будет. В последующем я запишу ролики, как оформить профиль в других социальных сетях, в Фейсбуке, в Одноклассниках, как сделать красивый профиль в Инстаграм. И, скорее всего, запишу видео, как изменять профиль не только на компьютере, а и с телефоном. Потому что мобильная версия выглядит немного по-другому. Это будет, но будет позже. Итак, нажимаю на ссылочку «Загрузить фотографию». На компьютере все очень просто делается. Нажимаю «Выбрать файл» и иду в ту папочку, где я сохранил фотографию. У меня есть папка «Оформление профиля», папка «Аватар» и вот та фотография, которую я хочу сделать аватаром на своей страничке. Здесь можно сделать дополнительное кадрирование, немножко раздвинуть, либо наоборот сузить что-то. Я по максимуму растяну на всю фотку, потому что я же не зря ее кадрировал. Вот такая фотография. Почему я выбрал именно эту фотографию? Может быть, она не совсем лучшая, потому что человек смотрит куда-то вправо. Фотография, статус и первый пост должны как-то друг друга дополнять. Статус дополняет вашу фотографию, показывает, в чем вы эксперт, к чему-то призывает. Первый пост и информация о себе, она раскрывает вас как личность, чем вы занимаетесь и что вы можете предложить людям, что вы можете решить. Но с моей точки зрения, для личного профиля, вот такая фотография, которая показывает успешного, здорового, молодого человека, очень подходит. Эта фотография сделает мой профиль привлекательным. Романоч, привлекательный мужчина. Нажимаю «Сохранить», я перехожу к шагу, где мне предлагают выбрать маленькую аватарку. Вот именно эта маленькая аватарка будет появляться под всеми вашими надписями, всеми вашими комментариями. Я ее спозиционирую, сделаю ее, наверное, сделаю все-таки вот так. Покажем «Могучий торс» и нажмем «Сохранить». С аватаром я закончил. Чтобы закончить сразу с фотографиями, я перехожу в раздел «Фотографии». Так как профиль молодой, новый, контакт начинает подсказывать, что и как мне нужно делать. Фотографию вы можете просто добавить, нажать на кнопочку «Фотографии», но я создам альбом. Альбом – это дополнительная возможность индексации, то есть как люди могут еще попадать на вас. Потому что если фотографию грамотно обработать, прописать ключевые слова, теги в этой фотографии, эта фотография будет помогать другим людям, которые ищут вас как бренд, находить вас через поисковые системы. Вот если в поиске «Яндекс» я напишу «Игорь Черноусов», перейду в картинки, я увижу тут свои фотографии. Вот мужчина с рыбой. Почему они здесь появляются? Потому что эти фотографии я немного оптимизировал под себе. Точно так же и альбом, его название и главное его описание можно сделать SEO оптимизированным. Об этом я буду рассказывать в нашей полной версии курса, это однозначно пригодится. Да, конечно, это занимает лишнее время, но лучше потратить 15-20 минут сейчас, чтобы потом это принесло вам дополнительный результат. Потому что мы все будем продвигаться как эксперты, а экспертов ищут. И ищут чаще всего по имени и фамилии. Поэтому нужно помочь людям быстрее найти себя. Мой профиль называется «Игорь Вивастаров». Необходимо сделать описание вашего альбома, включив в него нужные вам для продвижения слова. Чаще всего это ваше имя и фамилия, эксперт в какой нише вы являетесь. Я возьму часть описания о себе, вставлю в виде описания альбома. Клиенты на автомате вымываю. И теперь нажимаю «Добавить фотографии» и начинаю эти фотографии, уже обработанные, выделяя их, придерживая клавишу «Контрол», добавлять их в альбом. Они загружаются. Под каждую фотографию вы можете вставить описание. Да, это занимает время, но для чего это делается, я уже говорил. Аватарка готова, фотографии загружены. Обратите внимание, что ваши загруженные фотографии в альбом появились у вас на стене. Аватарка ваша тоже находится на стене. Это можно удалить, можно не удалять. Теперь я перехожу к оформлению статуса. Статус – очень важный элемент, который вас позиционирует и к чему-то призывает. Когда я собирал статусы других людей, типичная ошибка, которую делают люди – это в статус вставляют ссылку на какой-то ресурс. Этого делать нельзя. Статус может только призвать вас или сподвигнуть к тому, чтобы вы перешли на сайт, а ссылку на свой сайт вы можете разместить в информации о себе, в контактных данных. Либо, как сделал я, это подвигнуть людей прочитать свой первый пост, потому что в статусе из-за его ограниченности нельзя написать о себе много. Можно только четко позиционировать и к чему-то призвать. У меня статус вот такой. Я его копирую, щелкаю на поле «Изменить статус» и вставляю его. Для того, чтобы статус сделать более красивым, можно сюда вставить вот такие красивые цветные значки. Как это сделать? В поисковой строке Яндекс вы можете написать «Цветные для постов ВК» и откроется вот такого плана страничка. Вот на этой страничке вы можете выбирать какие-то значки, которые вы можете украшать свои статусы и свои посты. Как это сделать? Прижимаю левую клавишу мышки, самый простой способ, и выделяю картинку со знаком подчеркивания. Это необходимо для того, чтобы я смог ее скопировать. Вот я ее скопировал и картинку, и значок подчеркивания. Иду в свой статус, вставлю маркер мыши, куда я хочу, чтобы разместился мой цветной значок. И опять же, либо через правую кнопку выбираю «Вставить», либо можете нажать комбинацию клавиш Ctrl-V и вставляем эту картинку. Теперь значок подчеркивания, тире, просто удаляю. И хочу еще добавить стрелочку вниз. Вот такой. Нажимаю «Сохранить». У меня получился вот такой красивый статус. Ваш статус должен соответствовать той нише, в которой вы собираетесь себя продвигать как эксперта. Я не могу приглашать людей сейчас, на данном этапе, на свою личную консультацию по продукту. Потому что я не являюсь пока экспертом в продукте компании «Вивасан». Я могу это сделать только подключив или попросив своего спонсора помочь мне это сделать. Приглашение на личную консультацию – это лучший и самый эффективный способ привлечь людей в команду. Если, конечно, вы эксперт уже по продукту и у вас есть возможность и опыт консультации людей. Консультацию мы можем проводить онлайн, поэтому у нас никто и ничем не ограничен. То есть мы не ограничены никакими территориальными ресурсами. Конечно, в нашей компании очень есть эффективный инструмент – это пригласить на тестирование на биопульсаре. Опять же, это может сделать только эксперт, имеющий практический навык работы с самим аппаратом. Но это мегаэффективный способ завоевать доверие человека. Во время тестирования вы можете показать свою экспертность человеку очень наглядно и помочь ему. И дальше уже после этой практической с вами встречи вы можете продолжить общение с человеком. Но тестирование на биопульсаре, конечно, это живая встреча. И здесь уже происходит ограничение по территориальным возможностям. Но не воспользоваться вот таким классным инструментом нельзя. Плюс, если у вас уже хорошо отработана методика тестирования на биопульсаре, вы можете людей из своего города находить через интернет. То есть, возможно, других способов связаться вживую у вас с ними не будет. То есть, вы будете работать, например, по своему городу и по ближайшему его окружению. Общаться с человеком и приглашать его к себе на личную встречу. Это классный вариант и тоже об этом можно прописать в статусе. Конечно, сейчас большинство людей приглашают на бизнес. Но на бизнес честно можно приглашать, не обманывая людей, когда у вас есть уже результат в бизнесе, когда вы уже заработали какие-то деньги в компании и можете на вопрос, а какие ваши результаты, не слиться, а честно сказать, вот я вот вышел на такую-то сумму дохода за такое-то время. Конечно, эта сумма может быть не такой большой. Наиболее правильно не рассказывать о каких-то миллионах, а рассказывать о каких-то конкретных суммах, на которые вы вышли. Но, опять же, для этого нужно иметь уже какой-то результат. Я пошел по более правильному пути, по более честному на данный момент для себя. Я приглашаю людей в наш обучающий центр. То есть для чего мы его сделали? Для того, чтобы как раз привлечь людей, дать им практическую пользу, научить их пользоваться интернетом, научить их привлекать клиентов из интернета. И все это делается у нас практически на полном автомате. Ну, когда все уроки тренинга будут доделаны полностью. Причем статус, который я сейчас написал, в нем нет никакого обмана. 20 кандидатов за 5 дней – это легко. Я объясню сейчас почему. Потому что регистрация в наш обучающий центр, она бесплатная. И если до человека донести ценность нашего предложения, а это можно сделать либо на одностраничном сайте, либо, как я сейчас делаю по-простому, в первом продающем посте, люди будут без вопросов регистрироваться. Это не значит, что это люди все станут клиентами вашими, что все они придут в вашу структуру. Это кандидаты, или говоря по-русски, лиды. Люди, которым правда интересно, по каким причинам, это уже второй вопрос, но получать 20 заявок за 5 дней на бесплатную регистрацию в тренинг-центр – это просто ни копейки, даже не вложив денег, выполняя те действия по активности, о которых я расскажу вам в следующем уроке, и люди вам будут приходить и регистрироваться в ваш тренинг-центр. Поэтому никакой неправды в том, что я сейчас написал, лично для меня нет. Итак, статус готов. Что мы делаем дальше? Мы переходим... Видите, только начал оформлять профиль, люди начали добавляться в друзья и писать какие-то уже прекрасные сообщения. Что делаем дальше? Мы продолжаем заполнять свой профиль. Это можно сделать, открыв в правом верхнем уголке меню и выбрав действие «Редактировать». Теперь вам необходимо пройтись по всем вот этим пунктам, начиная с основного и заканчивая жизненной позицией. Конечно, какие-то пункты можно заполнять, какие-то не заполнять. Идеальный вариант заполнить все по максимуму. Имя, фамилия, пол у меня уже заполнены. Семейное положение. Лучше, конечно, написать «женат» или «замужем». Все сложно писать, нет смысла. Написав в активном поиске, при красивой аватарке, вы можете получать заявки не от тех людей. Потому что социальные сети – это все-таки далеко не всегда бизнес. Значит, дату своего рождения желательно прописать, но вы можете отключить, не показывать дату своего рождения. И она не будет отображаться на вашей встрече. Значит, родной город желательно писать. Почему? Особенно желательно это писать, если вы планируете людей приглашать на личные встречи. В этом случае социальная сеть начнет искать вам людей, похожих на вас, например, живущих в вашем городе. Бабушки, дедушки, родители, внуки – добавляйте, не добавляйте на ваше усмотрение. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». Перехожу к страничке «Контакты». Вот здесь опять же, если вы продвигаете какой-то реальный бизнес, приглашаете на личные встречи, есть смысл указать прям конкретно место, где вы живете – улицу, дом и район. Например, место нашего центрального офиса. Мобильный телефон, если вы его указываете, тем самым вы показываете другим пользователям социальных сетей, что вам можно на него позвонить. В поле «Скайп» желательно указать свой скайп. Я это сейчас и сделаю. Войду в настройки и скопирую логин своего скайпа. А в поле «Личный сайт» желательно разместить страничку хотя бы на сайт-визитку. В отдельном уроке я расскажу, как создать сайт-визитку на нашей обучающей платформе, причем сделать ее не просто картинку за «Контакт», а расписать информацию о себе и даже подключить форму заявки, чтобы люди могли регистрироваться, становиться вот этими клиентами в ваш бизнес. Сейчас «Контакт» предлагает интегрироваться с «Инстаграм». То есть ваша публикация в «Контакте» может автоматически двигаться в «Инстаграм». Раньше был «Фейсбук» и «Твиттер». Я вам не рекомендую проводить вот эту интеграцию, потому что если вы ведете несколько социальных сетей, у нас в закрытой части будет классный сервис, о нем я очень подробно расскажу. Этот сервис позволит вам размещать информацию сразу в несколько ваших социальных сетей и делать это более грамотно. То есть у социальной сети будет ощущение, что эту информацию разместили вы. Вот такой кросс-постинг из «Контакта» в «Инстаграм» дает понимание, в нашем случае «Фейсбуку», потому что «Инстаграм» это часть «Фейсбука», что это разместили не вы, что это пришло из другой социальной сети, поэтому такие посты не очень хорошо воспринимаются. Ссылку на личный сайт я заполню чуть позже, после урока о сайте визитки. Нажимаю «Сохранить». Разделы «Интересы». Вот эти поля желательно заполнить. Благодаря вот этим полям социальная сеть может искать вам потенциальных друзей. И если у вас будет пересечение с людьми по интересам, роботы социальных сетей будут считать, что да, это нормально, что вы этого человека добавляете в друзья. Поэтому, пожалуйста, уделите время и пропишите интересы. Их тут достаточно много, это да, займет время, но это сделать надо. Так как я заполняю технический профиль, я на это тратить время не буду, хотя грамотно оформленный технический профиль имеет заполненными все вот эти вот поля. Я заполню только одно поле о себе. Я уже подготовил информацию о себе, вот она у меня есть, я ее просто выделяю. Почему это писал в Word? Потому что Word проверил мне ошибки, и я надеюсь, что теперь много ошибок не будет. Причем, обратите внимание, если вы вот таким куском вставляете текст в информацию о себе, читать его будет крайне неудобно, крайне сложно. Если вы копируете что-то из Word, вставьте дополнительные пустые строчки. То есть эти пробелы позволят при вставке этого текста в контакт сделать текст более читабельным. Опять же копируем и опять же вставляем. Вот обратите внимание, у меня появилось хотя бы разбиение текста по абзацам. Такой текст читается лучше. Нажимаю сохранить. Образование. Вот здесь есть смысл заполнять этот раздел, если вы хотите каким-то образом, чтобы социальная сеть искала вам людей, с которыми вы знакомы в реальной жизни. Вот именно благодаря вот этому полю вы можете найти своих бывших одногруппников, одноклассников и так далее. Если вы не хотите, можете не заполнять. Карьера. Место работы. Здесь очень хорошо работает вариант, когда вы создали какую-то группу, являетесь ее администратором. И вот здесь можно прописать ссылку на вашу группу. Сейчас у меня никакой группы нет, поэтому я тоже не буду это заполнять. Военная служба, жизненная позиция. Желательно опять же, как я уже говорил, все по возможности заполнить. Заполнил и нажал сохранить. Возвращаюсь на свою главную страничку. И вижу, что у меня уже изменилась информация на главной страничке. Если я открою подробнее, я увижу уже внесенный свой скайп, свой город, свои предпочтения. И увижу вот информацию ее о себе. Вот на этом, в принципе, можно закончить оформление своей странички. И перейти к формированию вашего первого продающего поста. В моем профиле техническом этот пост будет однозначно. Потому что этот профиль будет совершать активность с помощью средств автоматизации. И на него в любом случае будут заходить. Вам, как начинающим экспертам в социальной сети, не в жизни, а именно в социальных сетях, можно пока закрепленный продающий пост не делать. Можно просто наполнять информацию какой-то полезной инфой в соответствии с вашим контент-планом. А когда посещаемость вашего профиля увеличится, а как это узнать, я тоже об этом расскажу, вот тогда уже можете закреплять именно какое-то свое предложение на консультацию, в моем случае, в тренинг-центре. Итак, благодарю, что досмотрели ролик до конца. Жду вас в следующей части этого видеоурока. Продолжение следует...